Друзья, мы с вами находимся на программе «Самый умный». И сегодня в финале с нами играют мэр Киева Виталий Кличко. Здравствуйте. И человек, который пожелал остаться неизвестным. Да, Виктор Фёдорович Янукович. Добрый вечер. Да. Так сказать, железный кулак против... Золотого батона. Я готов. Итак, правила очень простые. Я задаю вопрос. Если вы знаете ответ, нажимайте на кнопку. Вы поняли? Ответ «да». Что «да». Зачем вы нажали на кнопку сейчас? Я не задавал еще вопрос. Как это «не задавали»? Вы ж только что спросили. Вам понятно? Я ответил «да». Так что 1-0. Как 1-0? Как 1-0? Что в твою пользу? Ответ «да». 2-0. Блин, как 2-0? Что это за игра такая? Игра «Самый умный» 3-0. Ведущий. Виталик. Виталик, зачем вы лупите на кнопку? Зачем? Вы нажимаете на нее? Потому что она заедает. Можно ее поменять? Ответ «нет». 3-1. Так, хватит. Перестаньте. Ведущий здесь я. Я здесь задаю вопросы. Поняли? 4. 2. Так, стоп. Начинаем игру. По жребию начинает Виталий. Итак, Виталий, выбирайте категорию. Внимание на экран. Ваши категории. География. Бокс. Французская живопись 18 века. Отлично. Отлично. Я выбираю категорию «Французская живопись 18 века». Виталий, вы хорошо подумали? Посмотрите еще раз на категории. Может, вы все-таки выберете ту, которая вам ближе? А, я, кажется, вас понял. Спасибо. Я выбираю категорию «География». Почему «География»? Потому что она ко мне ближе. Вы же сами мне только что посоветовали. Я понял, понял. Хорошо. «География» — это «География». Итак, внимание, ваш первый вопрос. Назовите столицу Люксембурга. Легко. Название столицы этой страны звучит так же, как и название страны. Поэтому столица Люксембурга — Люксембурга. Виталий, ответ неточный. Поправьтесь, пожалуйста. Люксембурга. Виктор Филович, давайте лучше с вами. Выбирайте вы категорию. Итак, ваши категории. Литература, предметы, одежды, пословицы. Прошу вас. Скажите, пожалуйста, а в категории предметы, одежды есть вопрос про шапку? Я не могу вам подсказать, извините. Жаль. Вот если бы был про шапку, я выбрал бы эту категорию, да. А так я выбираю категорию пословиц. Замечательно. Итак, закончите пословицу. На варе и горит. О, валит, а. Блин. Вот если бы было про шапку. А так, горит. Слушайте, а можно я выберу другую категорию? Легко. Хорошо, тогда я выбираю категорию литература. Пожалуйста, закончите строки Пушкина. Тяжелаты, манамаха. Не, ну валит, кошмар. Вот, Виталий, если бы было про шапку. Так а что за вопрос, может я подскажу. А, серьезно? Закончите строки Пушкина. Легко. Все ходит по цепи кругу. Нет, нет, Виталик, до конца дослушай. Закончите строки Пушкина. Тяжелаты, манамаха. Хороший вопрос. Значит, для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос, надо сначала выяснить, кто такая манамаха. Может, это насекомое какое-то? Нет. Порхай, как бабочка, жаль, как манамаха. Виталий. Манамаха-однодневка. Виталий, ну ты че, дурачок? Манамаха – это японский мотоцикл. У меня был такой. Главное, сам мотоцикл небольшой, легкий. Но вот эта шапка для безопасности, круглая такая. Ох, она была и тяжелая. Тяжелая? Ну? Так давайте так и ответим. Тяжелаты, шапка, манамаха. Все сходится, смотрите. Не, ну ты точно дурачок. Но ты мне скажи, откуда Пушкин тогда мог знать, что я буду кататься на этой манамахе в тяжелой шапке? Ну, ведущий он в тупике. Давайте следующий вопрос. Хорошо. У нас фото-вопрос. Внимание на экран. Вопрос сразу к двоим. Где была сделана эта фотография? Хороший вопрос. Значит, для того, чтобы выяснить, где она была сделана, надо сначала выяснить, кто на ней фигурирует. Вот смотрите, вот этот крайний, похож на этого, на дедушку Сталина. Во. Виталий, ну не вот думай. Откуда ты знаешь, как мог выглядеть дедушка Сталина? И почему дедушка имена Сталина? Почему не с Клайпиды? Или с Юрмала? Я не знаю. Что ты выдумал? Стоп, стоп, стоп. Вы так далеко зайдете. Даю подсказку. Вторая фотография того же события. О, смотрите, на заднем плане появились какие-то люди. Не, я вижу, но я не собираюсь все это кодло угадывать. Не, я серьезно говорю. Смотрите, вот тот мужик, который на той фотографии был в шапке. Так. На этой, без шапки. А что ты на меня смотришь? Я тут ни при чем. Я вас прошу, не отвлекайтесь. Последняя подсказка, но уже проще некуда. Это Ялтинская конференция. Стало быть, это город. Ялтинск. Точно, я ж там отдыхал. Какой Ялтинск? Что вы несете? Так, все, мне это надоело. Финальный раунд. Победитель которого и станет победителем всей игры. Настроились. Ведущий, а можно мне такую категорию специально для меня, чтобы я с маху мог ответить? Хорошо. Категория президенты Украины. Супер. Сейчас я тебя сделаю. Подождите. Слышь, ведущий. А нету категории мэры Украины? Нет. А боксера Украины? Тоже нет. А брат Володи Украины? Может хватит? Так, Володя, не бузи. Давайте задавайте. Я уже хочу ответить и выиграть. Итак, внимание. Очень простой вопрос. Так. Кто был первым президентом Украины? Есть. Значит, первым президентом Украины был Кучма, этот Леонид. Блин, как его отчество? Виталя, как его отчество у Данилыча? У какого Данилыча? Блин, ну у первого президента Украины. А, Макарыч. Точно. Ответ. Кучма Данилыч Макарыч. Это неправильный ответ. Вы внимательно вопрос слушали. Первый президент Украины. Он, кстати, был еще первым председателем Украинской Народной Республики. Нет? Хорошо, подсказка. Фамилия похожа на фрукт. А фрукт? А, у меня досрочный ответ. Арбузов. Нет. А, ну да, Арбузов же не был президентом. Та-да-та, этот. Авокадо. Нет. Ананасов. Украинский президент. Точно украинский. Ананасенко. Нет, неправильно. Может, Ананауска. Он же говорит украинский. Какой Ананауска. Вспомнил? Грет фручук. Тоже нет. Может, Маракуев. Виталя, поскромнее отвечай. В зале дети. Вы будете отвечать или нет? Боем. Думаем. Фамилия похожая на фрукт. Последняя подсказка. Висит. Нельзя скушать. Фрукт. Хорошая подсказка. Ого, валит. Что же это может быть? Слушай, Виктор Федорович, у тебя есть что-то такое, что висит? Есть. Ага. А скушать можно? Нет, Виталик, скушать нельзя. Почему? Ну, как это почему? Ну, потому что это мне еще нужно. Не, он просто сказал, висит. Нельзя скушать. Я хочу выяснить, у вас. Нет, Виталик, у меня. Значит, это что-то другое. Так, вы достали меня. Я объявляю ничью. А вы оба идите, знаете, куда? Куда? Вот туда, куда вы подумали. На шапку. На шапку, блин. Да, победил. Да, я не победил. Квартал 95. Что ж, мы продолжим. Сейчас на эту сцену выйдет популярная певица Оля Полякова. Кстати, судя по ее последнему клипу на песню «Первое лето без него», можно отрывочек? Да. Вот. Да, судя по этому отрывку, эта песня была посвящена бюстгальтеру. Да. А еще говорят, что ноги Оли Поляковой метр двадцать сантиметров. Серьезно? Нет, ну это в обычном состоянии. А в возбужденном метр сорок. Вот так вот. В общем, встречайте, у нас в гостях Оля Полякова. Добрый вечер. Овации могли быть и побурнее. Человек без юбки вышел. Так старалась, а? Олечка, рады видеть тебя в вечернем квартале. Но прежде чем ты споешь, хотели бы попросить тебя поучаствовать в нашем следующем номере. Не против? Ой, в номера, это ко мне, да. Присаживайся. Куда садиться? Присаживайся сюда, на средний стульчик. Итак, Оля Полякова в гостях у сербского телевидения. Смотрим. Здравствуйте, 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 дорогие серебрячники. В эфире снова музыкальная децибельная программушка «Оральная звезда». Я ее ведущий, Кудрин Купричич, еще плодушки. Сегодня у нас нестандартная приблуда в студии, то есть знатная перекиси в ласках, трехоктавная горлодралка Олька Полячкова. Обладушки. Здравствуйте. А это ничего, что я услышала только свое имя и больше ничего не поняла? Что ты с ним, Оля? Доброе, я просто зрякаю, вы уже прикрыли своим седлом стульчик. Душа в припрыжке с того, что вы приблудились до нас в студию, что затулили узкощельную промежуленную между своими фанерными ротооткрывальными ездалками. А то, наверное, на моих концертах не было ни мами, ни никаких фанер. А, вы не понимаете? Понятно. Я также с мужем разговариваю. Я когда ему говорю, шубу новую купи, он говорит, ничего не понимаю, на каком языке ты говоришь. Что с ним? С мужем. Я зрякаю на вашей мозгоноске. Знову якась нахлобучка. Да. Да. Первая опроска будет такая. Оля, с какого прилячка вы их на постой носите? Адже вы не пляшеглова маловласка. Во-первых, никто не знает. Дело в том, что поскольку я часто ношу действительно эти нахлобучки, у меня там же волосечка протерлась. И в некоторых местах я прям как ты. Слушай, ну вообще мне тебя жалко. Зима на дворе была, такая тяжка. А ты с головкой лисенькою. Я тебе приготовила волосечку. Одевать на все голенькие места. Наступного прошалка, Оля. Чему она такая? У тебя дуже велика голова. Вумна, вумна. Да. Не так задавно в Украине прошмыгнула рандомна выбиралка до Евразиркания, где гуцулькована западничка Руслана, грузинованный виагрулюб Милан. Это звезданута псевдокраля сердючка. Обирали мощного горлого сладкого глаза, который будет выпячивать страну на Евразиркании. Мы дознали, что вы прикончили мелодованную школу по классу черно-белого пальцетыка. Ваша горлодралка три октавы. То чему вы не затесались до всей песни, братья? Чему вам не подергать фортуну за подвески? Я хотела подергать за подвески, но забыла подать заявку. Такое бывает. Но я вам скажу, дорогие мои, что в нашей стране это коснется каждого, и Евровидение как тот свет. Все там будем. Поэтому я тоже планирую. Рука шлепки. Давайте побаловолим про ваши погонялки до ваших псней, такие как люли-люли, кап-кап, шлепки, плавки. Мне маячится, что вы отжимаете хлебло у вашего корешованного рифмоплюя, знатного каламбурщича птапа. Не? Ну, я думаю, вы мужчина, ему не жалко немножко поделиться. Доброе. До нас еще одна приблуда в студии. Зустречайте знатный сербский клипошлепок Балан Бадойевич. Здравствуй, Утринко. Здравствуй, Олька. Здравствуй, Балан. Кидай пояснижку на стульчик. А, дамкую, да. За балаболь. Чи є в тебе мисляковые пендрички до Оли? Так, є мислятко. Я заслуханил. Ольки не псни, а потом они дуже схожи на наши стрепские. Вот такие как гоцы ляжкой шевели костяшкой. Дрыгуй телом, бо обведут мелом. Знать, крокуй, зябку, ковыряй козевку. И чеши икроножник, тожуй подорожник. Так, а не чешется ли вам перепеть цепь сни? В тому мне лично чешется шлепануть вам клиповицу. Ведюшку. Я вообще-то замужем. Доброе. Да и клиповица знают. Ну такая вот на вы, на свой мозгоноску, на кокошник, на хлопуй и на коняки, популяки. Так это же уже было в люлях. Не. То кокошник и все. Гола. А, гола. Ну, вы знаете, немного осталось с меня снимать. Это доброе. Это тоже в скором будущем. Это не так, значит. Арбузяку на мозгоноску, други два арбузяки, собина арбузяки и на поляки, по коняки. Полякова на коняки, по поляки. Это тоже было в другом клипе. Первое лето без него. То есть я пойду пропихивать других. Пснярук, 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 а вам до побочения, как я у вас скажу. Это... Счастливого пропихивания вам. До побочения. Счастливого пропихивания, ты смотри. Кишка-пхалка у Милоша затоптал одну, засвербел еще. Але головным штаноподдержателем нашей программульной е пешкотурно фирмованна хата Гуляйножки. Получить халявну самолетну або поездатную покатушку по кращим местам Сербии. Сроковица, Бржинский водограй, зверячий заначник имени Гойко Шимича. Зачесалась романтики и пошли свою мозгопилку в Сроковицу. Я прошу запросить меня на мой яблунковый огрызок 6С пришел СМС. 6С, СМС, стичь. Это моя супружная мозгопилка Маричка. Я зыркаю, як ты пялишь беньки на ее выпирасту декольтешку. Зашкандыбаешь в дом, я тебе едальник расцарапаю. По-нашему. Я еще раз прошу запросить меня, маю пхатись до дому, творить мировушку с Маричкой. А вы, Олька, будьте добрячей за горланьте. За спиватой трошки. Ваши клешни хлопы Оля Полячкова. А вы знаете, полным ходом идет реформирование старой доброй милиции в новую полицию. Но, как показывает практика, молодых, перспективных, подкачанных и талантливых полицейских на всю страну не хватает. Поэтому представьте, поселок городского типа где-то на западной Украине. Новоявленные полицейские отчитываются перед руководством. Витя, Витя, где эти клоуны, а? И кто тут у нас? Петренко и Сидоренко? То и так, дядьку. Так не дядькой мне. Я, между прочим, капитан полиции. Вибачьте, дядьку, капитан полиции. Итак, господа. Прости, господи полицейские. Сразу первый вопрос. Что вот это ты себе на нос напялил, а? Як-то, дядьку, вы что не знаете, что это такое? Як у справжних американских копьев. Те окуляры называются капельки. Почему без стекол? А то діти каменюками повыбивали. Хулиганы. Ужас. Тогда сразу второй вопрос. Почему от вас? Вот даже сюда слышно несет перегаром, а? Як-то почему? Вы что? У нас же вчера перша зміна была. Ми пришли у відділок, трошки випили. Немножко. А потім перевдяглись и пошли чергувати. Трошки? Та ты ж форму наизнанку одел и целый день так патрулировал. Я вас прошу, дядьку, то все забубоны и прикметы, ну. Прикметы? Топ. Топ. А ничего, шо твоя камера? Двенадцать часов кряду снимала твой сосок. Нормальный сосок мене шо? Очень симпатичный сосок вы бачили, як виноград дамские пальчики. Хватит. Господи, боже мой. Представители новой полиции. Мы. Ай. Вы как вообще в патрульные попали? Шо? Шо за натики, дядьку? Мы с колей-кумом пришли жесткую школу выживания. Мы пришли скрізь все. Скрізь голод, скрізь холод. Выживали без їжи, без воды, без тепла. Ого. Шо за школа такая? Звичайно, средняя Ивано-Франківская школа. Шестнадцять. Так, отставить. Да. Объясните мне, за что вы задержали голову Терешковского сельсовета Иванчука? За те, шо він керував ТС в нетверезому стані. ТС, ТС, это транспортное средство? Ні, ТС, це Терешковский сельсовет. Так. Так. Вы предложили ему дунуть в алкотестер, да? Ні, ні, дядьку, алкотестер ми десь провтикали. Так. Ми предложили йому дуть в тримбіту. Шо це за способ такой определить? Трезвий чоловік или нет? Я це. Якщо людина погодилась дуть в тримбіту, то вона п'яна. Шо? Так. Допустим. А пусть оформили ви этого... Іванчука. Да, Іванчука. И поехали с ним куда? Поехали с ним чіпляти до нашої Тойоти Приюс прицеп. Так. Вот. Вопрос. Зачем вам на служебной машине прицеп? Як це? Зачем? Ви шо? Картоплю перевезти? А почему тогда Іванчук ехал в прицепі, а картопля ехала в салоне? Як це чому? А вдруг дождь? Якщо? Чисніг піде? Картопля погніє? Звісно, жалко картопльку. Жалко вам. А Іванчука вам не жалко? Нет. А почему вместе с ним в прицепі ехали шестилетній Антон і Поліна? Ви ж вам сказали, то ті діти, що мене окуляри побували. Хулиганити. Ужасно. Правильно сделали. Я б ще добавил. За шо? За шо ви избили приїжджів на вокзале? По-перше, не за шо, а за что? От за что і побили? Чисто патриотически. От душі. Тут хоча б правильно. Так, ладно. Після вокзала ви куди поперли? А, після вокзала ми в школі предотвратили трактуристичний акт. Що? Ми предотвратили трактуристичний акт. Я ще раз спрашиваю. Що? Наразі поступай визив, що в селі Мутузьки, що за 20 кілометрів від нашого селища, трактурист Петя закрився в сараї, бухає і шмаляє. Ну, ви його арестовали? Ні, він взяв нас в заложники. Каким образом? Він сказав, хлопці, будете бухати, ми сказали так. Господи, ну ладно, ну випили ви. Об'ясните мені, яким образом ви оказались на похоронах? На рацію поступив визив, і ми поїхали на труп. На який труп? Ну, на похорони. Зачем? Труну нести. Ви што, гроб несли, що ли? Так. Ви ж полицейські! І шо? Люди попросили, щоб ми їм допомогли. Оно нормально, у нас форма однакова. Получилось і красиво, і траурно. Смотри, в моді вони розбирають. Всіх як долбів. На чому я остановився? Так, давайте все з самого начала. Значить, ми поїхали на похорон. Ми-то хто? Ну, ми всі. Я, Степан, картопля, в салоні. Я помню. Іванчук, тракторист Петя, і діти в причепі. І діти в причепі. Зачем? Труну нести, я ж вам сказав. Подождите. Діти што, з вами гроб несли, що ли? Шо? Ви ж з глузду з'їхали? Ми ж звірюки якісь заставлять діточок труну нести. Слава Богу. Вони несли кришку. А на полегче вони так далі, топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Слава Богу. Що було на похоронах? Що було на похоронах? Ми, значить, йдемо. Ай, йдемо. Трунуцю несемо. Ніхто не плаче. Ніхто. Тому що покійник, як людина, був гімно, знаєте? Ну, ви знаєте, гімно, не гімно, але це похорони. Треба, щоб люди плакали. Ну, тоді я взяв свій газовий пістолет. И давай всем в рожу гостям стрелять Ой, вы видели, они как начали плакать Все плакали вот такими слезами, как его сосочки Все плачут, слезы течут рихой Ничего не видно Слепота Мы тронуться несем В яму цю трону кинули В ту не в ту, я не знаю Яка разница, люди не гимно Потім трошки выпили и поехали на поножовщину На какую еще поножовщину? Як, это вы же не знаете, что у Марички У доньки Степана в цей день была свадьба Вона попросила нас зарезать свиню Поножовщина Я понял, ну и Ну, якось мы на суху так не смогли зарезать свиню То я достал свой газовый пистолет И стрелял свинье в рожу Ну, свинью-то зарезали? Нет, нет Знаете, рука не піднялась на плачущую скотину Просто не змей, як людина Допусть Допустим, я даже это могу понять Почему вы вместе с этой свиньей Поехали в кальянную? Як-то почему, вы шо, свинюка ж рыдала Треба ж было ей заспокоити Заспокоили? Так, в кальяне нам безкоштовно наливали Свинюка была в полицейской фуражце Тому все подумали, что это полковника Загорулька Вже переатестовали Господи, позорище какое Дальше что? Дальше что? Выпали трошки коктейлей Немножко Полковник свинюка пришла до тебя И мы повторили спробу ее забить Чо, прямо там, что ли? Это шо? В кальяне все стояще аплодировали Помилкова вважает, что свиня есть Загорулька Я понял уже После кальяна, насколько я знаю, вы тоже в отделение не поехали Не, точечку, так Мы поехали до Тарасовой доньки на веселье Тарас это кто? Мы же вам сказали, дядьку Тарас это той покойник Жаль, не дожив Тарасик, понимаешь У донечки веселье Не дожив Вбили Тараса Подождите Так его убили? Господи, кто? За что? Вы разобрались, а? Я же вам уже сказал Людина была, гимно Трохи веселья нам не зипсував Стояв, кричав Тики через мой труп Тики через мой труп А я достал пистолет Подождите Почему свадьбу и похороны сделали в один день? Что, нельзя было перенести, что ли? А зачем? Так дешевше? Гости одни и те же Как гости одни? Так, подождите Свадьба во сколько началась? Одразу после похорон Это понятно Почему это понятно? А что, вы не знаете, что у нас в селе только один черный костюм? Или что? Похоронили, переодягли, жене готов Что было дальше? Ну что, поплакали, потанцевали Поплакали, потанцевали Все, как на звичайных похоросвадьбах А что этот твой второй примолк-то, а? Что, так набухался, что не помнит ничего? Не-не, дядько, он выпив, но не сильно Сомневаюсь С чего бы это? Як, это же его сестра вышла замуж А что тогда не сильно? Батько ж помер Вин же сын того гимна Гимна сын, его так называют Вы нормальные вообще? Ме А ничего, что со свадьбы на вас жалоба пришла? Яка? Что вы на ней женщин лапали? Клеветок Брехня, то був обшук Так Обшук? И что вы хотели найти? Бабу на вечер Ну как вам не стыдно, а? Вы же полицейские Вы же должны бороться с проституцией в селе Мы так и робим, вы что? Мы каждый день вызываем до себя Маричку А ну ком цумир И говорим, если еще раз увидим Все расскажем ей матери Рассказали? Не Ця лярва дипломат умеет домовляться Вы меня слышали? Бороться с проституцией У нас была одна реальная справа Боротьба с проституцией Значит, на рачу поступил вызов Позвонила Галина Ну, девушка Гната Омельчучка А, ну-ну-ну, знаю Галя позвонила и говорит, что Гнат вывез ее до леса Завел в лес и говорит Галя Або секс Або додому Повертайся сама, как знаешь Ну, вона начала выделываться И он ее там кинув Ну, мы приехали на помощь До Галины Вона и с нами начала выделываться Мы тоже ее там кинули Виходим из леса Бачим, баба-ударка стоит, кричит Хлопчики, подвезите додому 90 лет, вот такая бабушка Ну, вы ее забрали? Конечно Она же не выделывалась Ну, такая бабушка оказалась Идите, идите с глаз моих И помните Вы полицейские А мы ее кажем А вы кажете, дядько, відчиняйте С выходом альбома А точнее, даже двух Теперь в вашем, так сказать, творческом багаже На 25 треков больше Спасибо большое Я не представляю, как можно запомнить такое количество песен, конечно Я не запоминаю Обычно подсказывают перед выходом Забываю слова Ну, это я тоже, да Написать, ладно, но запомнить это, конечно Так, Жень, ладно Давайте серьезно Небольшую игру предлагаем Вам сегодня Ну, придумали, знаете Ну, как я могу отказаться, конечно Вот и слава богу Да, сейчас на экране Будут картинки Небольшие Фотки Зашифрованные слова Из ваших хитов Ну, или строчки, целые строчки Вам просто надо угадать Очень просто, я понял Отгадать свою песню По визуальному изображению Давайте с чего-то новенького Давайте С последнего Вот такой видеоряд Кухня Ну Путин Женщины ахают Мужчина ползет по асфальту Это зашифровано Супер Это у нас на районе, я не понимаю Нет Не понял Неплохая версия На кухне У мамы на кухне так хорошо А почему здесь Путин? Давайте послушаем правильную версию О мамы на кухне так хорошо Мы посидим и говорим с ней О чем-то неважном Папа пришел А, папа приполз Папа пришел Это слава богу Теперь да, мы зал понятия Да, да Поехали дальше Видеорепус, давайте Ну Женщина молодая, красивая Скрючила Потом знаменитый депутат И Олег Скрипка Так Какой-то оливье Все пучком, я не знаю Нет А что же скрючила Чумачечья весна Давайте послушаем Да, не будем гадать Пришла И оторвала голову на Чумачечья весна Чумачечья Вот так вот А я Я всегда знал, что у меня зашифрованные послания песни Следующий песник можно показать одной картинкой Можно? Вот Что за песня? Ну я много раз обращался к этой теме в своем творчестве Я глубоко копал, изучал ее Может быть это любовь, соски, соски, соскидкой Может быть, но Еще есть вариант? Да что-то я не припоминал, как-то так Послушаем Пырышки, пупырышки, пупырышки Ааа, вот они! У каждого не раз Просто разные у всех пырышки-то были Вот же как они выглядят Да Давайте, ну Дальше продолжим Раз разогнались Или так Странная компашка, конечно Вообще, все логично Есть какая-то в этом рост какой-то профессиональный Безусловно Да Рост и красота И красота, да Какая-то эволюция происходит в песне Это должно быть какое-то пошаговое что-то Чундра-чу-чун-чу-чундра Да? Да? У нас другая версия Все логично Это на самом деле обращение всех киевлян к мэру Очень хотим понять Да Давайте продолжим Вот, пожалуйста Голуби Да, да Голуби летят над нашей зоной Это ранняя А это ваша песня? Не, ну на самом деле сложная картинка, согласен Ну подождите Песня про голубей У меня есть Гули-гули-голуби Нет, не она Нет Хорошо, отдыхаю хорошо С голубями Вот бы с голубями Не знаю Я сегодня не такой Я сегодня голубь Я не знаю Да, держите Спокойно, спокойно Дойдем Я пишу прямо на ходу Под картинку Я вижу Ну на самом деле Подап Это А я Просто плагиат А то голубей стырил их. Ага. Дальше. Так. Ну как-то так. Задумался Потап про весну? Что это такое? Может быть, я люблю котов? Я не пытаюсь. Может быть, конечно, об этом просто, может, никто не знает. Я не знаю, я не могу подобрать песню свою к этому всему. Давайте послушайте. Давайте послушайте. Ну почему я такой? А-а-а! Да! Ну почему ты скажи, почему? О! Секлой дикторица! В этой песне, кстати, как и на фотке, прослеживается некая мания преувеличения, потому что на фотографии четко видно, что не все так хорошо. Очень все естественно, на самом деле. Да. Да. Спасибо. Спасибо. Как смогли, так зашифровали. Это еще не все. У нас есть, наверное, как нам кажется, подарок для вас. Дело в том, что все мы понимаем, что песни Потапа и Настя слушают все, от мала до велика. Но мы хотим расширить аудиторию, чтобы буквально все могли понимать ваши песни. Для этого у нас есть специально обученный человек. И нам нужна Настя. Да, хотим пригласить сурдопереводчика и Настю. Итак, дамы и господа, Потап и Настя, песня «Папа, вам не мама» с сурдопереводом. Прошу. Папа, вам не мама. Папа, вам не мама. Папа, вам не мама. Папа, вам не мама. С папой можно все. С папой можно все. Мой папа лучший самый. Мой папа лучший самый. Такое вот кино. Такое вот кино, кино, кино. Мой папа лучший самый. Браво самому талантливому мучению юмористу на нашей эстраде! Подобились! Вы знаете, сейчас в стране кризис. Приходится немножко ужиматься, так сказать, потуже затянуть пояса. И вечерний квартал не исключение. Поэтому встречайте у нас в гостях братья-шумахеры! Одесса, мама! Добрый вечер! Добрый вечер! Вы знаете, друзья, 8 марта выпивают все. Даже если вы на работе. Даже если вы работаете в колл-центре. Итак, представьте себе колл-центр с самый разгар празднования 8 марта. Здравствуйте! Вы дозвонились на горячую линию компании Вобла Кабель. Я вас слушаю. Алло, здравствуйте! У меня телевизор. Что-то с телевизором не работает. Уже два дня каналы не показывают. Я понял ваш вопрос. Скажите, как я могу к вам обращаться? Андрей. Очень приятно. Меня зовут Андрей. Какая у вас проблема? Я же говорю. У меня что-то с телевизором. Уже два дня каналы не показывают. А сегодня футбол. Понимаете, я хочу посмотреть футбол. Уже второй тайм идет. А я не могу посмотреть футбол. Алло! Я понял ваш вопрос. Какая у вас проблема? Простите, скажите, в каком городе вы находитесь? В Киеве. Спасибо за информацию. Вы впервые обращаетесь в нашу компанию? Да. Отлично. Как я могу к вам обращаться? Андрей! Что? Что-что? Вы сказали Андрей. Меня зовут Андрей. Меня тоже зовут Андрей. Отлично. Я могу к вам так обращаться? Да. Благодарю вас. Андрей, скажите, в каком городе вы находитесь? В Киеве. А, то есть в Киеве вы уже второй раз? Почему второй? Ну, до этого вы тоже были в Киеве. Да я живу здесь. Спасибо за информацию. Информация обрабатывается. Ожидайте на линии. Спасибо за ожидание. Информация обработалась. Итак, вы Андрей и вы живете в Киеве. Да. Все верно? Да. Спасибо, что позвонили в нашу компанию. Обращайтесь к нам еще. Всего доброго. Подождите. Подождите, подождите. Вы можете мне помочь? Разумеется. Какой у вас вопрос? У меня не показывают каналы. Я постараюсь вам помочь. Если я правильно понял ваш вопрос, у вас не показывают каналы. Да. Уже два дня. Уже два канала. Все каналы. Не показывают. Да. Давно? Два дня. Два дня, два канала. Все каналы. Я понял. Все дни, два канала. Информация обрабатывается. Спасибо за ожидание. Информация обработалась. Я вижу, что у вас уже два дня не показывают все каналы. Так? Да. Все каналы. Что? И Дискавери не показывает? Нет. А Дискавери Хистори? Нет. Дискавери Сайнс? Нет. То есть, если я вас правильно понял, Дискавери у вас весь не показывает? Весь. Спасибо. Информация обрабатывается. Андрей, информация обработалась. У меня хорошие новости. Мы выяснили, в чем ваша проблема. Оказывается, у вас просто не подключен пакет Дискавери. Вы желаете его подключить прямо сейчас? Нет. Мне не нужен Дискавери. Отлично. В таком случае я могу вам предложить пакет Универсальный Плюс. Знаете, в чем его плюс? В чем? В нем нет Дискавери. Что вы говорите? Я говорю, что в нем нет Дискавери. У вас еще ко мне есть какие-то вопросы? Да. Это хорошо. Какие? У меня не показывают каналы. Это плохо. Скажите, какой у вас кабельный оператор? Воблокабель. О, извините. У меня, кажется, вторая линия. Воблокабель слушает. Как я могу к вам обращаться? Это Андрей. У меня не показывают каналы. Да? Странно. Только что тоже звонил Андрей с такой же проблемой. Скажите, Андрей, я могу к вам обращаться, Андрей, или мне обращаться к вам? Простите, а назовите вашу фамилию, имя, отчество. Кузнецов Андрей Федорович. Бравильно информацию. Да. Так вот, я могу к вам обращаться, Андрей, или мне обращаться к вам, Андрей Федорович? Да как хотите, так и обращайтесь. Спасибо. Федорович, ваш звонок очень важен для нас. Федорович, назовите ваше ходовое слово. Да. Я не помню. Вы тогда вспоминайте, а я пока переключусь на первого Андрея. Андрей, вы все еще ожидаете? Да. Продолжайте ожидать. Скажите, Андрей, вам нравится мелодия, которая звучит, пока вы ожидаете? Нет, не нравится. Спасибо. Ваш ответ очень важен для нас. Федорович, вы еще на линии? Да. Вы вспомнили кодовое слово? Нет. Тогда назовите девичью фамилию матери. Спиридонова. Спиридонова. Не подходит. У вас есть какая-нибудь другая девичья фамилия матери? Нет. Скажите, а договор оформлен на вас? Нет, договор оформлен на тещу. Хорошо. Назовите девичью фамилию матери тещи. Да я не знаю. А кто знает? Теща знает. Теща, как я могу к ней обращаться? Наталья Ивановна. Скажите, Наталья Ивановна, а в каком городе вы находитесь? Я Андрей. Очень приятно, Наталья Ивановна. Я тоже Андрей. Попробуем другое кодовое слово. Назовите свой любимый фильм. Ирония судьбы или с легким паром? К сожалению, два фильма называть нельзя. Выберите или Ирония судьбы, или с легким паром. Слушайте, вы можете просто помочь мне посмотреть телевизор, отчинить его. Конечно. Скажите, что сейчас показывает телевизор? Ничего. Он снижит. Уточните, как он снижит? В смысле, как? Как в январе? Нет. Как в феврале? Нет. Как в декабре? Да. Уточните, снижит как в начале декабря или в конце? Как в середине. Проверяю информацию. Странно, компьютер показывает, что в середине декабря снега не было. А у меня снижит. Я вас понял. Посмотрите, сколько дюймов ваш телевизор? 56. Ни хрена себе у вас снижит. Послушайте, я просто хочу посмотреть футбол. Футбол? Да. А кто играет? Динамо Киев, Манчестер Сити. Ответный матч? Да. Может, все-таки пусть лучше и снижит? Слушайте, ну не умничайте там. Ну, посмотрите, в чем проблема. Может, что-то с тюнером или там, я не знаю, кот перегрыз кабель. У вас есть кот? Да. Прекрасно. Как я могу к нему обращаться? Блин, да нет у меня кота. Если нет кота, то, я думаю, с кабелем все в порядке. Скорее всего, что-то с тюнером. Я могу оформить заявку на вызов мастера. Он приедет и во всем разберется. Да, отлично. Вот, все, оформляйте заявку на вызов мастера. Пусть приезжает. Все, оформляйте. Оформляю. Спасибо за ожидание. Через полчаса к вам приедет мастер Андрей. Подождите, мастера тоже зовут Андрей? Да, мастера зовут Андрей. Скажите, как я могу обращаться к вам, когда приеду? Придурок! Дебил! Вы уверены, что я могу именно так к вам обращаться? Не смей ко мне приезжать! Не вздумай! Как скажете? И последний вопрос. Я тому Андрею уже его задавал. Спрошу еще у вас. Какой? Скажите, вам нравится мелодия, которая звучит во время ожидания? Нет, она мне не нравится! Хорошо, тогда я поставлю другую мелодию. Спасибо, друзья! Одесса, мама! Братья-шумахеры! Сейчас на сцену выйдет еще один творческий коллектив. И, судя по их творчеству, их продюсер Потап вложил в них и душу, и время, и стекло. Встречайте, время и стекло у нас в гостях! Останавливая голову, эта песня на тебе, и время, и время, и стекло у нас в гостях! Привет! Привет! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! 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 Время и стекло! Присаживайтесь, ребят, присаживайтесь! Специально. Девачик, это неспроста. Знаете, чтобы вам было комфортно и удобно. Спасибо. Просто сегодня пойдет серьезный разговор. Мы хотели бы развеять все мифы про вас и Потапа. Вы знаете, он же, ну, все-таки продюсер, да? Конечно, да. Куда от этого деться? Но ходят упорные слухи, что он, как бы там, мягко сказать, деспот. Неправда совершенно. Совершенно. А то, что практически 90% гонорара с ваших концертов он забирает себе? Я тут подслушал кое-что, я прошу прощения. Добрый вечер. Добрый вечер. Потап в гостях у нас. Вынуждены согласиться, у нас абсолютно ничего такого даже близко нет. Ну что же, это приятно. Из первых уст, так сказать, узнаем всю правду. Я хотел бы, пользуясь случаем и вашим, так сказать, эфиром, признаться в том, что не все продюсеры вот такие узурпаторы, не все продюсеры-тираны, не все продюсеры вот такие вот лжецы. Я своим примером хочу доказать, что продюсер все-таки прежде всего это человек, который помогает. Помогает на уровне души, на уровне музыки. Он препарирует, препарирует все ссоры, разлагает по косточкам и избавляется от них. Продюсер то связующее звено между артистами, сценой и музыкой. Я бы сказал бы, что это, так сказать, вершина треугольника. Но при этом, что продюсер занимает более высокую роль, у нас в коллективе с позитивом и Надей абсолютно равноправные, честные и дружеские отношения. Я бы да... Верю, вот глядя в глаза, верю. Честная, позитивная беседа у нас получается. Но я просто, чтобы она была острее, я хотел спросить, например, по поводу Евровидения. Мне кажется, ребята не раз высказывали собственное мнение, они хотели попасть на Евровидение. Что случилось? Почему они не там? Ну, ребята часто куда-то хотят все время выйти в туалет и т.д. и т.п. Но все-таки работа это на первом месте, и за это они потом будут мне благодарны. Потом, когда вырастают эти птенчики и вылетают из продюсерского гнезда, расправляются в крылья, потом они, так сказать, сбрасывают вниз свои благодарности. Когда летят по жизни с помощью продюсера. Я являюсь таким волшебным пентелем, отправителем в космос, так сказать, зеркоробом я являюсь. Красиво сейчас. Да, как говорят обо мне. Попад-тирай зеркороб. Но как такой человек может быть узурпатором? Ну никак не совпадает. Абсолютно даже. Шоу-бизнесом. Вот, кстати, я вот та самая тетя, только без креста. Ну, конечно. Которая просто дает дорогу в жизнь. Вот. Вот же. Подтверждение. Абсолютно простые, хорошие, нормальные. И вот, знаешь, я являюсь братом, другом, помощником, кумом. Иногда. И так крестили, да? Да. Безусловно. Но будем крестить, наверное. Ясно. Спасибо, Потап, за эту откровенную беседу. Теперь мы расставили все точки над «и». Ребят, спасибо большое. Время и стекло. Надя и позитив. Спасибо. Вы знаете, если когда-нибудь ребятам доведется выступать на поминках, то нам кажется, на этом мероприятии будет царить атмосфера надежды и позитива. Не иначе, да. Спасибо еще раз. А мы продолжим. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда нас вызывают на бис? Нет. Это не угроза. И не плохое настроение. Это просто кто-то где-то принял решение, что очень нужен номер на бис. И зрители вспыхают, и сердце замирает, и девочки в их стадии закрывают глаза. И гром аплодисмента, и виза сто процентов, и катится по щечке слеза. АПЛОДИСМЕНТЫ Это не игра, это не кино, это вам ни шашки, ни домино. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А мне мама говорила. Сегодня у нас три участницы. Итак, встречайте. Участница под номером один. Мишель. АПЛОДИСМЕНТЫ Замужем один месяц, поэтому считает, что секс каждый день это норма. АПЛОДИСМЕНТЫ Следующая наша участница, Александра Викторовна. В браке 10 лет, поэтому ее главный конек в сексе это свежий анекдот. Ну и наша третья участница, Петровна. В браке 25 лет, поэтому по одному повороту ключа в замочной скважине может определить, сколько ее муж выпил и стоит ли ей опасаться. АПЛОДИСМЕНТЫ Елена Петровна, что с вами? Котлетки пересолила. Сочувствую. Что ж, девочки готовы? Да. Начинаем. Итак, первый вопрос. Как вы охарактеризуете свою семейную жизнь в трех словах? Мишель. Страсть, любовь и секс. Александра. Стирка, жрачка, храп. Петровна. Можно не в трех, а в четырех? Ну, вам сегодня можно, пожалуйста. Лена, где мои трусы? Четко и ясно. Продолжаем. С каким животным вы бы сравнили своего супруга? Мишель. Тигр. Сильный и грациозный. Александра. Хамелеон. Вечером пьяный, красный. Утром зеленый. Петровна. Петровна. Жук-навозник. Почему? Делает из грязных носков шарики и разбрасывает по всей квартире. Понятно. Идем дальше. Расскажите, какие продукты всегда есть в вашем холодильнике? Мишель. Бутылочка белого французского вина. Разумно. Александра. Банка Рассолу. Понятно. Петровна. Мотыль. Что, простите? Мотыль. Будешь мотыль, говорю. Следующий вопрос. Под какую песню вы впервые с мужем поцеловались? Мишель. Мы поцеловались под Стинга. Александра. Марш Мендельсона. Будьте не ладен. Петровна. Голуби летят под нашей зоной. Да? Да. Да, причем пел он прям в меня. Еще один музыкальный вопрос. Под что вы любите заниматься любовью? Мишель. Под Джорджа Майкла. Александра. Вера Андреевна Сердючка. Хорошо. Петровна. Под Савика Шустера. Да, только чтоб я экран не закрывала. Понятно, понятно. Продолжим. Вспомните, что вы делали в первый день после свадьбы? Мишель. Мы просматривали наше свадебное видео. Александра. Забирала молодого из милиции. Падла. А вы что делали в первый день после свадьбы? Я рожала. Вот это дело. Итак, внимание. Что ваш муж кричит во время секса? Ты лучшая. Ты худшая. Опять ты. Следующий вопрос. Где у вас был самый романтический секс? Мишель. На воздушном шаре, под облаками, мы летали. Понятно, понятно. Хватит достаточно. Александра. Станция метро Днепр. Хотела выйти. Не успела. Петровна. Фура. Это разве романтика? Это моя работа. Продолжим. Поделитесь, кем вы чувствуете себя, когда муж приносит вам цветы? Девушкой. Богиней. Могилкой. Извините, такой общий вопрос. Скажите, а кто ваш муж по профессии, Мишель? Ну, вообще-то, пластический хирург. Да? Да. А что ж он... Ну, ладно. Александра. Ваш муж кто? Гендиректора. Руководит компанией, наверное. У него в крови есть по папе гендиректора. Это падла сантехника. Петровна, ваш муж кто? Алкаш. Но в душе предприниматель. Правда? Да. Вчера пытался дрель из квартиры вынести. Продолжаем. Поделитесь, кем бы вы хотели стать для своего мужа? Мишель. Хранительницей нашего домашнего очага. Александра. Хранительницей. Его зарплатные карточки, блин. А вы, Петровна, кем бы хотели стать для своего мужа? Вдовое. Ну, хранительницей его. Я понял, понял. Давайте о чем-нибудь все-таки праздничном, да. Скажите, какой лучший подарок для вас на 8 марта с самого утра, Мишель? Фреш в постель. Александра. Я люблю котлетки в постель. А у вас, Петровна? Вы знаете, мой муж уже старенький. Поэтому с утра сухенькая постель лучший подарок. Продолжаем. Где у вас был самый необычный секс на 8 марта, Мишель? Трехпалубная яхта, Средиземное море, майот. Все, хватит, хватит, достаточно. Александра. Сейчас вспомним. Бердянск. 96-й год. Я сижу на подоконнике. А муж? А муж в тюрьме. Петровна, а у вас? На ковре. И что-то необычного? Я его выбивала. Допустим. Давайте так, под конец. Что вы ждете от следующего 8 марта? Ну, давайте тоже по традиции. В трех словах. Мишель. Любовь, цветы и шубу. Александра. Починить бачок, новую стиралку и этот сертификат Эйвон на 50 гривен. Но это больше, чем три слова. Я уложусь в три. Правда? Да. Пожалуйста. Чтоб ты сдох. Четко и ясно. Ну и напоследок, с кем из звезд вы бы сравнили своего мужа? Мишель. Джастин Тимберлейк. Александра. Михаил Муромов. Ну, чисто из-за этого. Петровна. Потап и Настя. Потому что высокие и красивые. Не, лысые баба. Пусть. Мы продолжим. Нас Бог собрал в одной стране, вот это испытание. Одним выходит чистый рай, другим же наказание. Коль хлебозрелища хотят простые человечки. Желание людей закон. Вот выборы, вот гречка. У нас в стране один закон. Где выборы, там гречка. Мы с ними разные во всем, как будто лед и пламень. Они морозятся, а мы сгораем на Майдане. Они нам вешают лапшу, мы уши подставляем. Терпите, братцы, говорят, Господь вас уважает. Пусть вы голодные, зато Господь вас уважает. У них и Рада, и Кабмин. У нас дыра в Европу. Для них нефть с газом, а для нас промерзшие окопы. У них реформы, а у нас простые обетянки. Сменили тех, кто у руля, на тех, кто у баранки. И все твердят, терпи земляк, и все считают о бабке. Они элита, ну а нас зовут электро-рабом. С телеэкраном в нас плюют, а мы их кроем матом. Он десять долбаных минут, как сам Господь, вещает. Мол, даже если все умрут, Господь вас уважает. Чтоб там был рай, молчите тут. Господь вас уважает. Дым лично всем до фонаря, страна в придачу тоже. Не ровен час, как пред судом, они предстанут Божьим. Побросят, чтоб за них и там замолвили словечко. Посмотрит резюме Господь и их отправит в печку. Они не знают, что Господь терпеть не может гречку. Такой вот парадокс, друзья. Господь не любит гречку. Спасибо большое. Дорогие друзья, весь вечер для вас студия «Квартал 95». Дякую ему. АПЛОДИСМЕНТЫ